Наступило лето, жара и сейчас совсем не хочется работать и тем более сидеть за экраном монитора и следить за котировками. В общем-то миром стала править лень и для таких существует очень много инструментов, которые предназначены для того, чтобы не сидеть постоянно за монитором. Кроме того, есть люди, которые просто не хотят вникать ни во что, а инвестировать их хорошо. И один из таких инструментов это модельный портфель доходный. Я давно о нем не рассказывал, я его очень долго рекомендовал и сейчас рекомендую. Но давайте посмотрим, как он повел во время кризиса. Итак, здравствуйте друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас давайте рассмотрим про портфель доходный. Меня уже несколько расспрашивали о том, как он вел себя в кризис. Вот сейчас вы видите последнюю распечатку о том, как вел себя модельный портфель доходный. Такая голубая линия, которая верхняя, это модельный портфель. На протяжении уже с 2014 года он отслеживается. Красная линия, это бенчмарк, это так называемый, то есть с чем сравнивать, это индекс Мосбиржи. И вот посмотрите, что произошло после января. Смотрите, в конце прошлого года, ну как и все, он очень агрессивно рос. То есть модельный портфель достаточно агрессивно ведет себя по сравнению с рынком. То есть он агрессивно рос, опережая рынок. Вот смотрите, вот он индекс ММВБ, и он повторяет модельный портфель, но агрессивно. Но когда началось падение в связи с коронавирусом, то, в общем-то сказать, как и любой агрессивный портфель, он падал быстрее, чем индекс Мосбиржи. Посмотрите, вот индекс Мосбиржи упал вот настолько. Сам модельный портфель упал, ну, мне кажется, побольше так, чисто визуально. Вот, но с другой стороны, в модельном портфеле, в начале кризиса, были куплены акции, которые должны были стрельнуть, и они внезапно стрельнули, там одна или две компании, но стрельнули очень даже хорошо, и опять они опередили. Посмотрите, в принципе, портфель вернулся практически на уровень конца прошлого года, модельный портфель. А индекс Мосбиржи явно отстает. Вот так, друзья мои. То есть, модельный портфель – элементарная вещь, который предназначен для ленивых инвесторов. Там раз в квартал примерно приходят сообщения. Пожалуйста, посмотрите на свой портфель и сделайте изменения. Все. Сейчас давайте посмотрим текущий состав модельного портфеля и как это выглядит вообще. Посмотрите, вот май 2020 года. Здесь небольшая сумма, на самом деле, у меня в портфеле в одном из счетов. И как это выглядит. Смотрите, портфель соответствует модельному на 96,14%. То есть, когда мы заходим в личный кабинет, идеи и рекомендации, вот таким образом это выглядит. Российский рубль – 14,74%. Это сейчас, но вот давайте будет, то, что, так сказать, в идеале. 14,74%. Далее. Юнипро – 7,36%. Соответствует у меня. Далее. Ленэнерго – акции привилегированные. Доля должна 10,31%. У меня в данный момент 12,38%. Почему? Потому что рекомендации пришли, но я решил Ленэнерго не продавать. Они, в общем сказать, очень перспективные акции. Далее. Русал. 8,9%. В общем сказать, то, что и есть. Компания. Мосбиржа. 6,14%. Очень здорово выросло в последнее время. Росагра. 8,67%. То есть, ну, как бы, сельское хозяйство. Алроса. 7,65%. Это компания, которая добывает алмазы. Алмазы России. АФК-система. У меня доля 16,02%. Рекомендуемая доля 13,73%. Здесь они предлагают продать один лот. Я не стал его продавать. Вот. Потому что я считаю, что АФК-система еще должна вырасти. ОГК-2. 10,39%. Была рекомендация продать там, ну, уменьшить долю. Я ее уменьшил. Детский мир. 7,77%. Вот, собственно говоря, весь модельный портфель. Доходный. То есть, у меня приходят вот такие вот рекомендации. Идея рекомендации. Захожу. Вот здесь вот есть кнопка. Привести в соответствие. Нажимаем на эту кнопку. Всего одна кнопка. И все. Смотрите. И дальше он пишет. Вот оно. Торговые поручения сформированы. Осталось только получить код. И все. Вот они, два. Продать один лот. АФК-система. Продать один лот. Ленэнерго. Если я получаю код. Подписываю. То, собственно говоря, все. Всего одна кнопка. Больше ничего. Получаю код. СМС. Подтверждение о том, что я это я. То есть, на телефон я должен подтвердить. Все. Вот он. Инструмент для ленивых инвесторов. И вы видите, что он полностью отыграл падение кризисное. И продолжает расти. Я не знаю, что будет дальше. Я не могу предположить. Но инструмент показывает себя очень эффективно. Для ленивых инвесторов. И вы видите, еще раз могу показать, что он опережает в среднем индекс Мосбиржи. И я буду продолжать вас знакомить с инструментами для ленивых инвесторов. Дальше я сейчас очень сильно заинтересовался роботами. Я хочу сам написать небольшого робота. И поэтому в следующем видео я расскажу немножечко о том, как работают роботы. На кой основе они устроены. И кроме того, у меня готовятся уже очень интересные люди на меня вышли. Или я на них. Ну, короче говоря, мы с ними встретимся. И они предлагают очень любопытный продукт. Робот на основе фундаментального анализа. Это здорово. Будет интересно, я вас уверяю. Очень интересный продукт. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале.